Итоги уходящей недели подводим раньше всех. Я Евгений Симкин. Вы смотрите программу в центре внимания. Впереди полчаса самых главных новостей. Встречается как-то грипп и ОРВ, а коронавирус им и говорит. Примерно так я себе представлял смысл нового слова, которое недавно появилось в инфополе. Три-де-ми-я. Сервин придумали для обозначения одновременного роста числа случаев гриппа, ОРВ и коронавируса. Но специалисты, в том числе и в Мордовии, уже пояснили такое определение выдумка. Светлана Лашина разбиралась в оригинальной терминологии и заодно узнала, как обстоят дела с инфекционными заболеваниями в Мордовии. Термин три-де-ми-я появился еще осенью прошлого года. Якобы три инфекции ОРВИ, грипп и коронавирус объединились, чтобы едва ли не уничтожить человечество. Многочисленные пугалки прогнозировали неконтролируемый рост заболеваемости. Только оказалось, что по сути три-де-ми-и вовсе и не существует. Термин три-де-ми-я – это термин, он не эпидемиологический и не инфекционный. Это какое-то изобретенное такое название совершенно, но, видимо, по аналогии с пандемией. Но пандемия – это понятно. Пандемия – это эпидемический, когда эпидемический процесс охватывает все континенты и страны. Это понятно. Три-де-ми-и, ну, видимо, вкладывается что-то, что вот ОРВИ, грипп, ковид. Хотя вообще-то ковид уже на сегодняшний день мы включаем в понятие ОРВИ. Грипп, в принципе, тоже входит в понятие остро-респираторно-вирусных инфекций. Просто они установлены этиологией. Микс инфекций существует уже несколько десятков лет. Ничего нового. Но грипп, ОРВИ и ковид объединяться в какую-то гремучую смесь даже не собирались. Каждый вирус, как прежде, существует отдельно. Вместе только формируют статистику общей заболеваемости, которая, впрочем, сейчас даже ниже эпид-порога. У нас за первую неделю 2024 года у нас заболеваемость в Мордовии снизилась общая заболеваемость гриппом, ковидом и ОРВИ, она снизилась на 6%. И эпидемический порог у нас заболеваемость ниже эпидемического порога по завершенной неделе, по первой неделе 2024 года, на ниже, больше, чем на 5%. Грипп пришел в республику. С начала сезона им переболели 117 человек. 44 случая специалисты подтвердили лабораторно, остальные диагнозы поставили на основе клинических проявлений. Перепутать грипп с ОРВИ или коронавирусом сложно. Болезнь начинается резко, с высокой температуры. Человек может вплоть до минуты определить, когда ему поплохело. Кроме сильных головных болей, других симптомов может и не быть. А вот осложнение – то, чего всегда опасаются врачи. Потому почти всех, кто официально заболел гриппом, отправляют в больницы. Госпитализированные есть. В основном, конечно, госпитализированные либо дети раннего возраста, либо люди пожилые. То есть у тех, у кого высокая температура, симптомы интоксикации тяжелые. И если мы видим, что там действительно хронические заболевания, которые могут привести к каким-то фатальным последствиям. Среди хороших новостей новых штаммов гриппа не появилось. По-прежнему гуляют вариации свиного и птичьего. А значит, вакцина, которой прививались люди в преддверии эпидсезона, максимально эффективна. Да и коронавирус в целом сдает позиции. По сравнению с тем, что было в декабре, когда мы регистрировали 40 случаев в день подтвержденных случаев ковида. Сейчас мы на начало года регистрируем 5, 7, сегодня 10. То есть такое количество, которое нас относительно успокаивает. Чуть больше 50 случаев коронавируса за неделю – это вряд ли можно назвать подъемом заболеваемости. Наоборот, январские выходные разобщили детей в школах, взрослых на работе. По декабрьской памяти сейчас в Мордовии держат 87 открытых ковид-коек. Большая часть из них свободны и ждут обновленную вакцину, которую только в декабре прошлого года выпустили в гражданский оборот. Это спутник Лайб, то есть это однократная вакцина, но она с обновленным вариантом, и она сделана под вариантом микрона Кентавра. То есть это не тот вариант, который был раньше, вакцина, которая была сделана, под уханьский вариант еще того, 20-го года, так скажем. Теперь принуждать к вакцинации не будут. Более того, заветная доза достанется не каждому. Если раньше препарат поставлялся в регионы за счет федерального бюджета, чтобы охватить максимум населения и сформировать коллективный иммунитет, то теперь покупать новый спутник Лайб будут за счет регионального, чтобы поддержать здоровье тех, кому это особенно необходимо. За счет бюджета Республики Мордовия, конечно, будут в первую очередь прививаться те, кто прописаны в приказе Мездрава. То есть это группа риска, лица 60-й старше, страдающие хроническими заболеваниями. В первую очередь метаболическими заболеваниями, заболеваниями респираторного тракта, ну и сердечно-сосуществами. Делать прививку по показаниям будут один раз в год тем, кто не попал в список вакцинации, но очень хочет привиться. Скорее всего, придется делать это платно, но точного механизма работы пока нет. Препарат появится в Мордовии, как только будет возможность его закупить. В целом эпидситуация стандартная для этого времени. Реальный рост заболеваемости можно ждать через пару недель. Так всегда бывает после новогодних каникул. Главное – заботиться о своем здоровье. При малейшем недомогании оставаться дома и обязательно консультироваться с врачами, чтобы вылечиться быстро и без последствий. Ведь не так страшна инфекция, как ее осложнения, подчеркивают специалисты. Светлана Лашина, Евгений Фролкин. Программа «В центре внимания». Продолжение следует...